в жопу интро приступим и всем здорово народ вас приветствует никита собственно сейчас говоря есть такая маленькая проблема я на практике поэтому выпуски выходят реже но через месяц все наладится это я вам гарантирую но мы продолжаем проходить тени бани то есть сайчиков и наш триумф длился недолго два расплывчивых силуэтов скачились выскочили вперед бывшие семена дружки я услышал закон это были звуки но семена на смену посыпались смачные тумаки господи как сложно разговаривать поступаешь гнида и обнить его посильнее как сложно говорить когда наелся а вы возьмите чай гонили за назад а чё где педрюга понятия о бяша сути по ухам и историю творим на лоха позорного меня променяли а может просто ты лох позорный да пошли в жопу тоже мне друзья крупная фигура бархатающего снеге кое-кого смогла вырваться из под града тумаков и бросилась на утек быстро ростом ростом а я в помехах затем сахали тебя выцепим хрюндель и ждать тебе залетный да базар ответишь на мой хана блик пацан горло тебе перережу слышишь хуя у него угрозы ромка и гаша начали швырять игру были до след убегающему семена а потом вместе страшно закричали за причитали глумлива свинка пеппа захрустел снег захрустел запахавшиеся ребята приблизились ко мне и я наконец мог разглядеть их приблизившие в резкости лица очки хорошо твою шкачу ромка вырубнулся гандон этот стащил четко у него вибратор кое где застрял чего тут трясет даже захохотал гортан гиены в королеве в обзавидовались бы этому смеху на и дела а тоха ты без очков хоть что ты видишь не хера немного из мглы выдвинулась рука с красным прямоугольником рома предлагал мне сигареты не спаси братан я прищурился селясь различить марку то пока хотя совсем не разбирался в сигаретах я ни разу не курил да и начинать не хотелось интересно будут ли они со мной общаться если не принимать все их привычки поколебавшись я покачал головой а ты в глаза долбишься не видел как он семена четко в мазу еще как блин по марту кумбот у нас настойки пробила особенно по четвертому тогда уж иван драга курим одну на двоих гони жигу громко губой подцепил сигарету а бяша суетливо шарил по карманам в поисках зажигалки чай сказать хотел говори разрешаю говорить не держи зла брат а уже братан нехило мы тебя на вшивость проверяли а то очки эти еще и маска вообще не ебут куда маска дашь отчеркнул здоровенны тбилиси 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 чё это такое и ромка смачно затянул меня кстати ромка зовут да мы поняли он пожал мне руку сильно до боли завел пальцы его сорванные сухие мозоли на ладошке говорили что он носит спортивный костюм не просто так бяша барашек наш ты не очкой со свиньей мы лично пообщаемся окей он выдохнул в мою сторону клуб дыма чего я тут же закашлял пойду пока сумку заберу я нагнулся зову потрошенным рюкзаком его содержимым надеясь что новые приятели исчезнут когда я повернусь но они так и остались стоять передавая друг другу сигарету два низкоросых силуэты с блуждающими между нами огоньками на фоне основных столбов они ждали пока я соберу учебники и перешёптывались говорил в основном ромка бяшили шумыгал носом и одобрительно мычал и тут среди при припорошенных снежинок тетрадей я вновь увидел тут стран старую потрёпанную временем зайчу морду из папье маши что такое папье маши ребят блин кто-нибудь знает может объяснить мне что это такое пустые дыри глаз в которых можно быть что угодно любые глаза но маска будто хотела иметь мои откуда она взялась и что это и что забыла в моем портфеле я подобрал ее так осторожно словно опасаясь что нацепнет меня за палец просто новогодняя маска за заиндеевшим плевком заледеневшим плевком заин заиндеевшим может заледеневшим ну ладно на внутренней стороне только что-то в ней было не так что-то копошилось внутри под горкой страха газет я слышал шуршание тысячи маленьких тел дрожь исходящие от меха что-то пыталась прогрызться наружу фу опарыши о них его их можно пожарить китайцы бы такое сожрали готов тоха а хули не перестали а я не понял это не я она сама почему она точно голос ромки выдернул меня из кошмарного видения я служишь уже сам отбросил маску в напрочь за пределы видимости отвращение клокотала внутри но я собрался и не подавал виду настоящие это черви или очередной сдвиг по фазе без разницы смысле учуясь какие-то проблемы смысле сдвиг по фазе слишком много всего для одного дня хотелось как может скатить учиться дома пацаны мне пора уже до свидания я протянул руку навстречу двум фигурам чтобы попрощаться темные продолговатые пятна подрагивали впереди застыли внимательно меня изучаю с кедрами закорешиться решил ну да а чё хули кедре охуенные друзья мы здесь вообще-то ну и хуй с вами голос ромки прозвучал у меня из-за спины и я чувствую себя неловко обернулся деревья хреновые кенты охуенные кенты что тебе не нравится они воздух фильтруют ты не ссы мы тебя до дома доведем а то ты как слепой котенок так здесь живем из гниешь ты угрожаешь окурок разбился пень снопом искр и зашипел сугробе у моих ног ребята как-то натянута засмеялись и взяли меня под локти покидая пустырь я обернулся в надежде увидеть алису там что-то кто-то стоит или чё хотя бы рыжая пятно а вдруг но увидели же проход кархатающий трактор который выползал откуда-то из-за поворота о роман наркоман волна даже на шапочке написано что мы спортсмены только водить должно быть него а и спирт молчаливая процессия в молчаливой процессии мы брели вдоль замерзших брусь про стерки тишина и частичная слепота вместе действовали угнетающие и я заговорил почему тебя бяша зовут потому что барашек шонт буретенок криво ухмыльнулся я волк ловить из корень а брешешь брехон несчастный стабол бургу гнать это он умеет да я понял уже а звать его так потому что блеет как овца никогда не видел как блеет овца ну ладно все после того как из черного гаража живым выбрался хоть уже чист все сразу черный типа опасный да российский частый бешево метально изменился в лице я заметил это тоже сквозь пелену шатнулся замучал что ты лично раздельно видишь с ним так всегда как об этой херни и заговоришь ты сейчас о чем ты серьезно про эту страшилку не знаешь какой сушил на черной черной улице утра все черный черный подворотник ой щас крема будет до стоит черный при черный гараж какой-то расист и он знает о тебе все осуждаю где-то живешь что любишь с кем дружишь хрена он наверняка слышал о пропавших детях да вроде бы мельком это тут не первый год происходит уверен все местные знают кто здесь замешан черный гараж даже взрослые вообще везет тебе ты вон в лесу считай живешь а заебись и сдавать через лес через кедры вдруг медведь тачат или волк сожжет всем же похрен будет он к тебе так просто не сунется то тупо сечет что среди деревьев будет выделяться у нас эта хрень может где угодно поджидать иногда в конце переулка или возле дома ну блять построили просто гараж сейчас блин гаражи быстро строятся ушел в школу пришел уже новый гараж построили а еще что их найдешь такой себе ночью и тут раз он стоит где совсем недавно пусто было да ну нахрен дверь открыта внутри мрак пипец а свет не пробовал включить ну или коктейль молотова на всякий случай и тут как даже натянул капюшон на голову и забыл на высокой трепещущей ноте стараясь заглушить ромкину речь ладно ладно проехали не ну тут договаривала и раз он начал и при реппере переваривал рассказ ромки не понимаю как относиться к услышанному за недолгое время проведенная в том заснежном глухом поселке я уяснил одно многое здесь столкнулись с тем чего так и не смогли понять я взглянул на мелко трясущего на блядь свежим воздухом решили в таке подышать чё там и тяжело вдохнул глядя под ноги далеко внизу ботинки болтались бодолина короче туман это были вызубренные наизусть слова новая работа я сказал бы правду мама в поселке раньше жила но еще при союзе такой же брехун здесь же нечего делать только гнить вот именно бяша по лесам шастать о путешествий наш бяша осторожно высунуть из-под капюшона словно улитка из домика и прислушался на нас турист но это ж круто летом целую неделю в палатке жил вообще красавчик здесь рядом прикинь хотя от мамки его звезда ну ты я бы сам в лес сбежал мы шли дальше но казалось что этот лес плывет мимо со все сосны черные клавиши снежные прорехи белые и чаще играет свою древнюю скрипучую мелодию музыку корней берлог из забытых таежных китов снежинки создавали будоража сию иллюзию казалось кто-то бродил по лесу кто-то высокий неуловимый готовый в любой момент прикинуться деревом или слиться с сугробами а потом когда внимание к нему ослабнет вновь продолжит свой путь вдоль дороги но это была лишь игра света и теней там никого не было по крайней мере мне хотелось так думать ромка вдруг резко притормозил и сказал выжить в лесу кто-то бродит по ходу мысли кто где кожа под одеждой засверепела заныло в желудке мы посмотрели кто-то показал ромка чены и причем с нашей скоростью идет наркоман какой-то никаких гигантских фигур за мачтями сосен только тени продущиеся в полумраке медленные тени быстрые тени голодные снег бесшумно осыпался с веток заставил строгнуть прикусить губу будто что-то огромное поднялось деревьев и улетела возможно в нашу сторону ромка поднял земли шишку и швырнул в чаще хуй побрей оклик скрикошеть срикошетил словно ударил вот тугой барабан эхо перед разнила ромку а затем вновь вас орила стишина не у нас без очков и ни хрена не видел я помотал головой что не видел так это вертикальные маски деревьев темноту снег и своих путников дымки вспомнились шершавые стволы губчатые лишайники и ледяной крошевой над нет пойдемте скорее а то вечереет да ну нахуй что правда что ли меня вновь взяли под локти и повели вперед понесли к лесу торчащим белясь сучьев солнце окончательно кануло за зеленые пики мрак зашевелился расправил плечи пополз как дым вдобавок вот это вот уже со скриншотить из этого потом еще мы превышку с вами замутим короче ну-ка давай все вроде бы делался скриншот что там в добавок повалил снег густые липких хлопьев белые мухи летящие на запад падали мое зрение стало крохотным островком омываемой темными водами утренняя тревога вновь начинала начала овладевать на мерещилось что далеко-далеко на самой кромке сознания слышал вкратчивые пение флейты хрупкая словно мартовский ледок под которым дремлет бездонное озеро я ковырнул пальцем в ухе прогоняя слуховую конлюцинацию лес был тих я представил ребенка и тушь его в ночи под надзором дупле 100 матюхина мальчика который пропал недавно а разве мы не ищем сладкий о я сладенький вот тут тоже не силы превьюшку знаете мне нравится так я вздрогнул я остановился уставивших на провожатого на алису в ее неизменной маски лица лисы девочка нежно придерживала меня за локоть здесь а а хочу случилось а хрена ли это если мы шли с ними под локти а ведь я тебя потерял потерял потому что зазевался ни хрена я не зевал сама свалил я щурился недоверчиво пистит как дышит она часто давно-то за нами идешь очень интересно что значит давно я всегда была утика по ее умница хочу слушали а где рома где дашь одураченная повертел но не нашел ни рому не дашь и вдруг почувствовал ее прохладные пальцы на своем запястье ну пойдем хули делать не дав опомниться она повела меня через лес запах мандаринов кофе и петард и петард обволакливал я ощущал себя маленьким мальчиком которые выведут неизвестность впереди темные стволы деревьев грозность тенились ледяные кусты дикообразы на пути возникло что-то прямоугольное вроде большой коробки я окаменел коснулся краешка глаз оттягивая века как бы настраивая зрение металлический гараж вырастал прямо из валежинка может нахуй не пойдем туда пошли в другую сторону мне там не нравится ты и целяется черный расистки расистки гараж откуда блядеть гараж тебя не сможет что только стоит среди сосен которому нет дорога и мы вот прямо сейчас блять пойдем и зайдем в него где логика тяжелый громоздкий такой невозможно без труда перевести с места на место дать кем-то подъехать невозможно не то чтобы перевести с места на место где твоя логика 7 а тоха стены окрашены черным чернее окружающей тьмы леса принюхлась и показала ее маска сморщилась от омерзения а почему у нее маска сми чё . нахуй заманить в этот гараж это авто тревожный голос спутник напугал меня даже больше чем это жутковатая железо железобетонная коробка здесь да ладно подожди нас этим гаражом заодно или нет это наш глюк или нет как я понял нас слышит запах вова но блин пошла нахуй короче пошли красит вова играет с нами в прятки и он решил спрятаться хуя в гараже до который только что вырос в черном прям у нас не знаю нахуй знал что мы приедем мы будем искать и поэтому там решил спрятаться то хуя ты не неси и бабу мне казалось что он что от постройки отделялась тимчатые щупальца и что-то рыщут вперед и листве они стелились по снежному одеялу подпираясь к нашу ногам и какой-то жуткий металлический скрежет доносился из-за огромных черных ворот кто-то или что-то явно ждала нас ждал нас внутри может нахуй не будем случаться я хочу обратно я хочу домой я хочу к маме отпустите меня ладно наверное со стороны моей дергани напоминали пластику пластиковую марионетку танцующую на нитях кукловода я приблизился хорошо зато и в дыхании ой дурак ой дурак и постучал костяшками по листовому железу тук тук кто там пошел тут же опасливо отскочил все на мгновение показалось как за стенками гаража что-то мучительно забыло услышалось как заявить зазвенели проржавевшие мясные крюки на толстых металлических цепях и что-то громоздка отринув сон проползло отворить черного рота ничего не происходило это что-то галюлики были ухту сова ухту сушка эти в палкой в глаз воткну сердце бухало в груди ничего тук тук вот пиздоболка следить за нами тасова теперь за нами сучка следит надо поймать короче и чем-нибудь из совы сготовить пленку не выставили это блюдо из совы так опасаясь а я не дочитал беги трусливо проблели прогрел голос в голове спотыкайся рванул кишащую темную ночь за изломленными словами лиственницу уверенный что алисе бежит рядом минуты спустя я обнаружил что девочка пропала лесбор мотал свои дневные молитвы скрипел тикал шуршал я замерз текай с городу не знаю сколько прошло времени прежде чем я понял что свою почти в полной темноте в кольце зимающих стволов и все вокруг шевелилось и дрожало уши закладывала от шороха из шелеста короны дайли космической черноте кусты становились пустыми клетками чьи обитатели вдруг вышли на волю казалось что вот когтистая лапа выброс за простается из мрака исходит мое одеревевшее лицо где-то далеко послышался меня искали как того пропавшего мальчика глаза защипала выступавшими слезами тяжелая капля сорвалась ресниц ари в ответ крик зазвучал громче и на мгновение я даже поверил что меня спасут вот правильно ой хуяси это зайчик это фигурка на датчика похоже одно из деревьев двинулась вперед это был не ромка и не бяша что взрослый высоким с длинными руками так что курил что у тебя от деревьев ходят и позднее него крались тени напогнавшие собак но эти существа были намного крупнее жутким лес я замерз будто олень нашпиленный на лучи приближавшегося автомобиля а чудища установили уставились на меня сумрак без очков я ничего не видел слишком мало но увиденного хватало с лихвой чтобы остолбенеть от ужаса резкий запах из дыриной мочи и мокрой шерсти откуда-то окутал поляну куда жуткая процессия в углове с дикантом и натравилась колуна под страстью подкосились ноги и я упал на колени в снег словно был умоляясь этой фигуре деревьям в темноте я не смел поднять глаза когда он подошел накрыв меня с мрадом на миг почудилось то ноги его проросли серой шерсти я зажмурился так сильно что на внутренней стороне век заплясали красные круги лишь бы не видеть всего это зато я чудесно слушал его дыхание я выудил из памяти бабушкина заговор Мертвый, мертвый. Живой, живой. Мертвый, мертвый. А, это козел, а он пошел что-то на лицо. А что козел боится-то? Ответом было рычание и фон. В случае, и вонючий козел. Он не волк, он дровоядный. А вот козлок, кстати, можно приготовить довольно-таки вкусно. Козу грылизого можно сделать. Слова них защищали от когтей и глюков. Я был бессилен. И тут неподалеку послушаюсь знакомым у вас колокольчиком. Ну же, скорей! Попробуй его на вкус! В смысле? Ах ты, сучка! Не надо! Что-то горячее пробежало по горлу. Как веревка. Мясистая и липкая. Язык. Я же говорила, хозяин! Ах ты, сучка, покорка! Это наш зайчик! Позаботь его в пень! Позаботь о нём! О, или вот эта вот привыкушка! В узкой бойнице, приподнятых вверх, за дрожащими пальцами я видел грозную фигуру, нависающую надо мной. Блин, даже не знаю, какая лучше. Так, вернись так. Вкушал запах царни, компасных ям и мха. Передо мной, величественно и жутко, возвышался рогатый зверь. В позе сквозила утражающая царственность. Рога подпирали тучи, а вытречными белыми впивались крючковатыми вныл. Готовая лопать от ужаса до заян. Руки были полны даров. Конфеты выпали на снег. И переливались. Остры. Фонтанчиком в серебристой упаковке. Шоколадный батончик Чупа-Чупс. Воткнулся в сугроб. Пластиковой палочкой. ТЕБЕ! Моим ногам посыпались конфеты. Вступнулся в полет игрушечный автомат. Кстати, который был у Вовы к маме. Порисованным страхом я вспомнил о пропавшем Вове. Был точно такой же. Рядом упала кукла. Посыпались градом. Металлическая юла. Глушевый медведь. Глезным носом. Рыжий карусом. Беспроперила. Половянный солдатик. Знаменосец. Пожарная машина. И кукурузник. И игрушки не были перепачканы в крови. Но в обрешении нарисовала. Багровые потеки. И тракции. На эти супровища, принадлежавшие безозвестным детям, ложилась рогатая тень чудовища. Хватает автомата? Бери! Хватаем автомат и бежим. Посмотри руки. Удели откуда-то из темноты. Преследующие меня. Образимый зайца. И чё, охренел? И глупо нацепил мне на лицо. Сальчик! И чё, охренел, козел? Старый. Тени дверей вокруг медленно и грациозно встали на задние лапы. Тут же свет ударил мне в лицо, расколов пополам фигуру монстра. Я сослонялся. Пятерней. Луч фонаря. Скользнул вниз. Так, блин, никто нажал. Антон! Так, может, 32 минут записываем? Так что это нормально, ещё минут 10. Вот ты где? Ты совсем сдурел? Чё это? Это вообще как понимать? А не мев, я глядел на папу. Туда, где секунду назад громоздило чудовище. Мрак укутал поляну, но игрушки и конфеты темнели в снегу. Так возьми, блин, игрушку. А если набраться сил и подойти к кустам, то наверняка там будут и опечатки лапы. Язык проглотил? Нет. Одноклассники твои к нам пришли. Сказали, ты сбежал от них в лес самую чащу и... Что это за дрянь ты на пяль? Действительно. Я стимул маску в зарубившую лица и бросил её к остальным игрушкам. В дебрях захрустели ветки. С недаймым ужасом я портинул к отцу, а он встрепнулся в звучачью шобу и сказал совсем другим напряжённым тоном. Так, пойдём отсюда скорее. Нужно колашь схватить. Маша знает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я потянулся к отцу, всё ещё леденее от ужаса. схватился, за его крепкую ладонь почувствовал подушечками быстрый пульс. поднялся и пошатываясь попрёс папой по его едва различимым следам назад к человеческому жилью к свету у дороги, где отец припарковал машину. Ни слова, ясно? Окей, понял, принял. Ни единого намёка, где я тебя нашёл. Понял, принял? Да, папа. Айди, маячки приебали-то. Что я насчёт этого скажу? Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное. И всё рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Но это был не тот липкий, как язык животного, страх. Его страх был благодарным и чистым. Бриллиантом. А я кивал и послушивал, перебирал ногами. И вдруг где-то из со спины я вновь услышал знакомый голос. Иди в жопу, крыса несчастная. Ля ты крыса. Пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. Это я не верю. Машина двинулась по направлению к дому. Едим. О, гараж. Едим, едим. Мы в соседнее село. Припав к стеклу, я различил среди елей приземистую, плоскую хибару. Чернее самой чёрной ночи. Гараж, хранившийся в чешобе. Металлический склеп. Он словно шёл за нами по пятам. Через миг постройка скрылась за поворотом. И я сглотнул горечь. Лисок, лесок. Какой красивый лесок. А белые снежинки всё парили в темноте. О, дом, милый дом. А вот и мы. Да ладно. Привет, не забыли. Ой, какая ты, а. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. На её лице застыла грозная эмоциональная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно её взор упал на меня. Опасно. Долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Не, в казино проиграл. Да в школе поди забыл, простофиля. Повисла ядовитая пауза. Ой, твою мать, отец-то хороший. Прикрывает, смотрите. Отец сердито смирил маму взглядом, а затем заговорчиво подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Ну ничего, есть же запасные, проживём как-нибудь. Вот именно. Родители ещё некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча попрёл по своим делам. Подальше друг от друга. Я ещё не успел раздеться, как ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! Сука! Сушка! Надо её подсолиться в следующий раз, чтоб к ней не ходила. Меня словно дробью пульнули. А не меф, я лишь зашевелил губами. Со звоном разбилась в трепетки чашка. Это мама. Выпустила её из рук. Её лицо было бледным. Она растерялась. Уставилась на осколки. Это короткая, вдоль секунды пауза длилась вечно. Потом мама с досадой сказала. То сова, то лиса. Просто заебала. Когда же тебе надоест? Правда, правда. А я ей верю. Такая пушистая. Она у забора стояла на задних лапах. Совсем как человек. А я ей верю. Она меня позвала, а тут мама вышла и лиса убежала. Вот скотина такая. Не было там никакой лисы. Не выдумывай. Не подходи к ней. Если бы понадобилось, я был готов трясти сестрёнку как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? Просто не подходи к ней. Это мой тебе совет. Ты не должна видеть то, что мы видели. Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивлённо посмотрела на меня. Я стушевался. О, лиса ведь укусить может. Вот именно. И вообще я о ребёнке заботюсь. Что хрена ли ты на меня так смотришь опять? Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы воровали детей. Представил свою лису. Вольную, хищную, бегущую быстро-быстро по ночному лесу. С дёргающимися мешком в обнимку. Это ж была не настоящая лиса. Но всё же не подходи на всякий случай. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а ещё была в платье одета. Только она была в заправду. Видишь? А я ей верю. Мама устала и улыбнулась, словно это всё объясняла. Я тоже выдавил из себя улыбку. Жалкую. Тёхтонкий кусочек мыла перед тем, как она окончательно растает в руках. Но оставшись наедине с сестрой шепнул. Ещё раз увидишь её. Беги. Пум-пум-пум. 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 Кто он? Что случилось в лесу? Что со мной происходит? Я зажмурился и бросил в рот витамины. Запил их водой. Хватит сходить с ума. Пожалуйста, хватит. Я кое-как уселся за математику. Но задачи же не желали решаться. Цифры в тетради то кувыркались и перемешивались. То кружились в танцы. То прыгали за поля. Сука, поделись со мной, чем курил. Я тоже хочу так математику делать. От всей этой чахарды голова стала тяжёлой. И норовила устать в числовую вязь. Пожалуй, на этом мы закончим. А продолжим в следующем ролике. Всех жду, люблю, обнимаю, целую и счастья вам.